Восстановление магистрального пути на участке Висла-Днепр для Польши, Беларуси и Украины сегодня довольно значимый проект. Его можно рассматривать не только как выгодное вложение в транспортную сферу, но и как возможность сохранения экологической среды. Об этом неоднократно говорилось во время выступления докладчиков. Сегодня инициатива находится под особым вниманием не только представителей белорусской стороны. В развитии Днепробукского водного пути заинтересованы украинская и польская стороны. Мы на стадии завершения работ по одному из судоходных шлюзов этой системы и перспективное развитие реконструкции направлено на восточный склон. Проработки уже есть, процесс идет. В конференции предшествовала большая работа, по итогам которой и были подведены определенные результаты. Создана и официально учреждена трансграничная комиссия по вопросам развития водно-транспортного соединения. Разработано техническо-экономическое обоснование строительства. Созданы условия для продвижения проекта на региональном, национальном и международном уровнях. Кроме того, в рамках конференции представителями трех стран-участниц был подписан регламент работы комиссии и принята декларация, регулирующая данный процесс. Мы считаем, что это выгодно. Прежде всего, на первом месте и в Европе, и у нас – это экология. Экология в транспорте – это самый дешевый и самый экологический транспорт. Ну, река – это не просто водный путь. Это и запасы воды, и экология, ну и другие вопросы, которые связаны с экологическим балансом. Поэтому это все вкупе идет. А уже составляющая транспорта – это то, что идет по воде. И, конечно, это выгодно. В рамках конференции ее участники посетили уже существующие отремонтированные шлюзы, где для них была проведена обзорная экскурсия. У представителей трех стран была возможность лично ознакомиться с работой этих сооружений, посмотреть техническое оснащение. Гидроузел Тришин функционирует в рабочем режиме. Через него за месяц проходит около 800 рейсов транспортных средств. Подобные встречи представители стран-соседок помогут увеличить транспортный поток через Брестские водные пути и улучшат экономическую коммуникацию между государствами. Продолжение следует...